Здарова, ребят! С радостью приветствую вас в юбилейном, уже десятом выпуске передачи Вот это новости! И для тех, кто здесь впервые, напоминаю, что здесь собраны новости за прошедшую неделю Так что могут присутствовать баяны Не знаю, просто смиритесь с этим, что ли Ну и так как многие из вас любят поиграть в детективов, я вам предлагаю маленькую игру Пишите в комментариях, читер данный товарищ или абсолютно честный игрок Я пересматривал реплей парочку раз и так и не понял Поэтому решил вынести все это дело на ваш суд Правда, если будете писать читер, пишите в каких местах, указывайте тайминг видео и почему Если будете писать не читер или как-то спорить с теми, кто доказывает, что это читер Пишите опять же тайминг и пишите почему Я думаю, это будет достаточно забавно, потому что я уверен, потом подключатся охотники за читаками И сделают либо доказательство, либо разоблачение Тут мы уж не знаем Разберемся чуть позже Ну а давайте теперь перейдем к новостям Итак, ребят, на этой неделе В первый день зимы вышел новый прем-танчик в продажу у компании Wargaming Американский ЛТ-8 уровня, Т-92, но не артиллерия Ну как бы к тому, что ВГ выпускает каждый месяц по новому прему Мы уже давно привыкли А вот к тому, что ВГ может накосячить при выпуске тех же самых премов, которые мы покупаем за реальные деньги Мы как бы тоже уже, наверное, привыкли Но все равно каждый раз это вызывает у меня некоторое умиление и недопонимание Итак, вышел Т-100 ЛТ И вы знаете, первое, на что я обратил внимание, это крит двигла Просто любой снаряд, даже от мелкашка какая-то, от легкого танка, там, ЛТТБ или как они там называются Прилетает маленький снарядик с маленькой альфой в лоб и критует двигатель не просто в желтое, а в красное Насколько я понял, уже это исправили То есть ВГ выпустили микрообновление, где докинули хпшечку в двигатель Больше никаких новостей у меня по этому поводу нет Я могу только ее проанализировать, ребята Значит-то модуль, двигатель меньше не стал, просто у него стало больше хп Поэтому, если раньше вам выбивали в лоб двигатель в красное, да, то теперь, возможно, будут выбивать только в желтое Но в любом случае, критосборником этот танк как был, так и остался Вопрос у меня другой Этот танк в клиенте находится уже достаточно продолжительное время Его катали супертестеры, его катали также еще кто-то перед тем, как выпустить его в продажу И все равно вот выпустили его, грубо говоря, с таким серьезным косяком На самом деле, я вот в своем видео отметил в комментариях, что очень многих удивила его критуемость двигла Также все блогеры обратили внимание на то, что двигло критуется слишком часто ВГ сказали, что, ну, что-то недосмотрели, слишком мало хп было у двигателя Вроде бы как починили, накинули Напишите мне в комментариях, ребята, у кого есть этот танк Двигатель стал меньше критоваться или просто-напросто в красное стал меньше вылетать А может быть вообще ничего не изменилось? Давайте узнаем ваше мнение Потому что логика ВГ мне здесь совсем непонятна Давайте выпустим премтанк за реальные деньги, а потом будем там, походу, его уже и допиливать Да, ну что, логика железная, с ней, конечно же, не поспоришь И помните, на супертесте у нас были изменения в непопулярные Ребят, вот просто отметьте себе в голове слово непопулярные ветки советских ПТ Которые идут на данный момент к объекту 263 Я в своих обзорах сразу сделал маленький акцент на то, что спуская 263 как бы на уровень ниже Они опускают еще и сушку с девятого уровня на восьмой С восьмого СУ-101 убирают на седьмой уровень А СУ-100М1, по-моему, она называется Вообще выкидывают из ветки То есть, как бы, ну, я на что обратил внимание Что все ПТшечки, вот, они идут заднебашенные, да То есть СУ-100М1, СУ-101, Объект 263 И даже новый Объект 268, вариант 4 Который вместо 263 приходит на десятый уровень Тоже заднебашенный И отсюда СУ-122-44, она как бы выскакивает, да Потому что у нее не такая компоновка танка По противоартиллерийской установке, неважно ПТшки, у нас в игре это все ПТшки Поэтому, я не знаю, там, может быть, как бы Логика вернулась обратно, да И они сделали следующую вещь Они, короче, решили СУ-100 Это, опять же, супертест Там, опять же, все может поменяться Он на ту и супертест, чтобы там все супертестировать Ну, в общем, СУ-100М Они оставляют на седьмом уровне На восьмом уровне не трогают СУ-101 То есть она какой-то была такой Нет, ну не так Они поменяются, эти ПТшки На девятый уровень уходит 2.6.3 А СУ-122-54 вылетает из ветки Теперь уже вместо СУ-100М1 А на десятый уровень остается тот же самый Объект 2.6.8 Вариант 4 Так вот, ребят Чтобы вы понимали Концепцию общую этой ветки Им накидывают брони всем Им делают адекватную броню Реально хорошую 2.6.3 вообще ничего не меняет То есть он с хорошей своей броней С десятого на девятый уровень перескакивает И остается у него слабое место НЛД Борта, крыши там и все остальное Но салба в целом он остается хорошо бронированным Его нигде не нерфит При этом ПТшкам режут ДПМ Режут точность Ну то есть как бы Логика ВГ Давайте мы А, еще и обзор режут То есть там на седьмом уровне 350 метров На восьмом уровне 360 На девятом уровне Нет На восьмом уровне тоже 350 На девятом уровне у 2.6.3 360 А на десятом уровне У 2.6.8 Вариант 4 370 И при этом тут ВГ еще умудрились накосячить 370 это данные из клиента А у себя в группе ВКонтакте Они опубликовали Что у объекта 2.6.8 Вариант 4 Будет 420 метров Это скорее всего опечатка Но если это не опечатка Тогда где логика То есть все ПТшки слепые И вдруг на десятом уровне Она такая супер зрячая 420 Паттона пересвечивает Ну мне кажется здесь ошибка Просто тех кто публиковал Но опять же Это как бы не делает Это как бы знаете Вот накладывает общий Такой образ Что Ну В мелочах часто не досматривают То есть Ну не хватает вот этого Вот ответственности что ли Или внимательности к мелочам А теперь возвращаемся к логике С которой я начал Да Мы забыли про опечатку В 420 метров обзора Там на самом деле 370 сейчас на супертесте И все это еще может поменяться Это как бы все логично 350 36 370 Да Но Ёшкин кот Я начал вот эту вот новость С того что ВГ Хотят эту ветку менять В связи с ее непопулярностью И Логику я их понимаю То есть Дать броню Хорошую Лобовую Этим ПТшкам Но косое орудие Как бы заставляя их играть На передней линии То есть Идите воюйте На передней линии У вас нет обзора У вас нету Точности Но зато Вы вблизи сможете Что-то потанковать Если хотите наносить урон Идите воюйте На передней линии И это конечно все хорошо Только у нас нету Карт Ну то есть Городские есть А на открытых картах Такая схема не работает Я представляю Как вы рашните На 268 Вариант 4 По центру Малиновки Как бы рассчитывая На свою броню И как бы артиллерия Вам быстро объяснит Что вы совершенно не правы Но даже не в этом суть Я хочу донести вам Сейчас свою мысль В том что Делая ПТшки Такими узконаправленными Да То есть Со специализацией Это не даст им популярности То есть Мы делаем изменения Ветки Непопулярной Для того чтобы она Стала более популярной И при этом Делаем ее Очень узкоспециализированной Что опять же Вот у нас Народ очень любит Универсальную технику Которую и посветить Сама себе может И пострелять И подамажить И попробивать Да Вы сами понимаете Почему СТшки Там тяжи Они вполне себе Востребованы Но вот такие Узкоспециализированные Да Специалисты Которые вот А он хорошо танкует И играет только на ближней дистанции На большой дистанции Он не попадает Никого не видит И получается что А где логика то Логика Где Где логика В популярности ветки Это не принесет Может быть Где то мы что то пропустили И цели изменились Может быть цель сейчас Не популяризация Данной ветки ПТшек А просто внесение Разнообразия В геймплей Тогда все логично Но такой информации У меня как бы нет Я до вас новость донес Теперь вы знаете Что происходит На супертесте Скорее всего Как раз таки Вот эти ПТшки И будут следующим шагом К изменениям В ветках Но это мы еще Поживем увидим Как бы официальных анонсов Не было А сейчас ребят Новости За которые мне этот видос Пришлось перезалить Потому что я немного Накосячил Я сказал что ВГ договорились С Субером На самом деле Договорились С Геттакси Мне на самом деле Пофигу Потому что я ни тем Ни тем Никогда не пользовался Вот Но в общем Смысл такой Что если вы 23 декабря Пойдете на ВГфест То внутри МКАДа Вы сможете доехать До ВГфеста Бесплатно Для этого нужно Всего лишь На смартфон Поставить вот это Вот приложение Геттакси И какой то промокод Ввести И тогда вас туда Привезут бесплатно Кому в первую очередь Это будет интересно Правильно Иногородним Кто бы с вокзала Не знает как добираться Ну и в принципе Кто живет в Москве Тоже будет полезно Я к чему Про эту новость Рассказываю Я просто в прошлом году Ездил на ВГфест На машине И 12 часов Она у меня стояла Это где то рядом С центром города Там сейчас все Парковки платные Вот И 12 часов Она стояла На платной парковке В общем Мне дешевле было бы На платном такси съездить В этом году Я собираюсь на ВГфест И я думаю Я воспользуюсь этим предложением По моему в том году Такая же фигня была Но я не знаю Так как ездил на машине Продолжаем Марафон позитивных новостей Стала известна Предварительная Важное слово Предварительная Дата выхода Обновления 9.21 Это будет у нас 12 декабря 2017 года Там нам должны Ребят Поменять Топовую бабаху FV-183 Британскую На Барсука 217 Баджер Поэтому если вы еще Его не докачали Докачивайте Если не собираетесь Тогда эта новость Была наверное Для вас Также ребят Если вы еще Не заходили в игру Зайдите И получите Девушку-танкистку За просрочку В ЛБЗ Которую устроили ВГ буквально Месяц назад Две недели ЛБЗ были недоступны Соответственно Девушку-танкистку Надо рекрутировать И посадить На любой танк До выхода Обновления 9.21 Иначе потом Она пропадет Не благодарите За эту очень важную информацию А то упустите Халявку И ребят Давайте начнем С того С чего начали С читеров Ха На этой неделе Прошла очередная Седьмая волна Бана читеров Ребят И вы знаете Она была связана На мой взгляд С маршем наций Дело в том Что в марше наций Я занимал На советских Танках Десятого уровня 600 какую-то Позицию По завершении Соответственно Этого марша наций Когда уже Бои в зачет Перестали идти И вот прошло Несколько дней Прошла волна Банов Читеров И угадайте На каком месте Я стал На 500 Каком-то То есть Примерно 100 человек Это с 600 Какого-то До первого места Было Забанено И дисквалифицировано Таким образом Можно Примерно Прикинуть Процентное Соотношение Людей Которые Находились Вот как раз таки В топе Марша наций Около 15% Играли Запрещенными Модификациями И я думаю 15% Это как раз таки То число Которое Плюс-минус Там 5% Отражает Общее количество Игроков Запрещенными Модификациями В нашей игре Но это Опять же Просто Предположение На этом у меня На сегодня все Подписывайтесь На канал Оставляйте Абсолютно Любые комментарии Какие Вашей душе Угодны Потому что Для меня Комментарии Это второй лайк От первого Я никогда Не отказываюсь Но сегодня Первый Просить не буду Кто захочет Сам влепит Кто не захочет Тот не захочет До скорых встреч Продолжение следует...